Всем привет, ребятки! Сегодня мы в ролике обсудим довольно-таки важную тему, а именно работу дальнобойщика, потому что после выхода последнего обновления, ее кардинально испортили. И сегодня я вам расскажу, каким образом выскажу свое мнение, потому что не один я так считаю, а многие игроки, то что работу реально испортили, и работать уже не особо хочется. Поэтому мы это в ролике все обсудим, я вам покажу, расскажу, от вас хочу видеть максимальную активность, ставьте лайки, ну и конечно же подписывайтесь на канал. Но в начале игры вам очень сильно поможет мой промокод, вводите промокод Палканов на любом сервачке до пятого уровня, за него получите 300 тысяч, вся информация есть в описании под видео. Я вам, ребятки, могу пожелать только приятного просмотра, приятного аппетита, я вам максимально советую посмотреть видео от начала до конца, чтобы ничего не пропустить, и чтобы у вас потом не было вопросов. Всех обнял, приподнял, полетели! Ну что ж, ребятки, давайте начнем с того, что в принципе поменяли в этом обновлении, что испортило эту работу. Во-первых, поменяли КД на взятие рейса, то есть раньше вам давалось 30 секунд, чтобы взяли рейс, то ли взяли метку. Сейчас вам дается 45 секунд. Но в этом ничего такого прям страшного нету. Самое страшное то, что на взятие рейса после другого человека, КД было 30 секунд, а теперь КД 1 минута. То есть 1 минута увеличили на целых 30 секунд. И поработав, как бы, целый день вчера, я понял то, что это реально просто жопа. Это максимально неудобно, постоянно очереди. Тебе приходится реально очень долго ждать. И так думаю, не один я. Вы не думайте то, что я там записываю ролик чисто от себя. Я записываю ролик от всех пацанов, с которыми я как бы общался. Со всеми дальнобойщиками 0-2. Все хотят, чтобы это убрали и вернули как было. Потому что 1 минуту ждать, это реально очень долго. Убрали, получается, 2 точки в Бусаево и сделали 1 в Рыжевске. Как бы рейсов теперь нету, 110-го скила. Допустим, были рейсы 110-го скила Лесорубы-Бусаево. Понимаете, 110-го скила, 100-го скила, 98-го. Такого теперь нету. Я вчера катал, как бы, целый день. Я не видел то, что есть рейсы 100-го скила Лесорубы-Рыжевск. Либо 110-го скила. Я вам, ребята, скажу так, то, что работа дальнобойщика уже далеко не самая прибыльная. Но почему-то, допустим, в этом обновлении для рыбаков добавили тюнинг. Для фермеров добавили новые семена. А для дальнобойщиков просто сделали хуже. Добавили, получается, КД, убрали 2 точки, сделали 1. Ладно, они убрали тогда ферму, мы с этим смирились. Они убрали 2 точки Бусаево. Так если вы убрали, сделайте 2 новые точки и нормальные рейсы. Потому что я вчера работал нормальных рейсов в Рыжевске, либо в Рыжевск. Я не увидел. То есть на той же ферме можно зарабатывать, там, как говорят ребята, за час, там, по 900 тысяч и больше. Если продавать урожай другим ирокам, у которых есть скиллы. На рыбалке также можно зарабатывать очень большие деньги. То есть дальнобойщики реально очень сильно обходят сторону. Я считаю то, что нужно поднять зарплату дальнобойщикам. Потому что на сотом скиле 700-800 тысяч за час, на третьем чипе нитро на газоне, это, блядь, немного. Поэтому будьте добры, пожалуйста, разработчики, если вы это видео смотрите, хотя я очень сильно сомневаюсь. Сделайте, чтобы дальнобойщик на сотом скиле мог зарабатывать 1 миллион, либо лям 200. То есть это будет нормально. Это будет справедливо, потому что ферма и рыбалка сильно имбовая. А качать дальнобойщика сложнее всего. Но почему-то дальнобойщик получает, блядь, меньше всех. Также насчет скиллов хотел бы обратить ваше внимание, то что со скиллами тоже нужно что-то делать. Потому что рейсы есть только 110-го скилла. А вы можете вкачать 120-й максимум. Но почему-то 115-го, 118-го, 120-го скилла рейсов нету. То есть в чем заключается логика качать, блядь, скилл? 120-й. В чем логика? Ее нету, понимаете? То есть вы, получается, 10 скиллов качаете впустую. Поэтому будьте добры, разработчики, руководство проекта. Пожалуйста, сделайте рейсы там 105-го скилла, 110-го скилла рейсы есть. 115-го, 118-го и 120-го. Чтобы у людей, блядь, была мотивация качать скилл. Это вам тоже будет ароку, потому что у людей будет стимул качать скилл. Они будут играть. Понимаете? Мне, допустим, на 118-й скилл нужно сделать 800 рейсов. Это очень много. Так будьте добры, сделайте нормальную зарплату. Чтобы у людей была мотивация качать этот скилл. Теперь давайте я вам все покажу наглядно, и мы немножко поработаем. Чтобы я не был как бы балаболом, то что вот как бы я все выдумал. Нет, мы сейчас вам на величном примере покажем. То есть вот, мы выбираем рейс, да? То есть я его не беру. Я беру, просто его нажимаю. Текущий контракт отменить. И пытаюсь взять еще один контракт, да, допустим. Вот, в Рыжевск, блядь. 50 секунд. То есть 10 секунд у нас прошло. 50 секунд нам не еще ждать. То есть, блядь, 1 минута, понимаете? Это дохуя просто. Ну реально, у меня вчера знатно от этой хуни подгорело. Просто. У меня так жопа горела. Страшно просто. Потому что если катает много людей, то так можешь просто просто стоять на точке, блядь, минут 5. Я честно не понимаю, для чего они это сделали. Просто в чем заключается смысл этой системы. То есть, реально, в плане заработка это очень сильно мешает. Если они хотели сделать то, что мы меньше зарабатывали, у них это, блядь, получилось. Но мы должны больше зарабатывать, вкачать сотый скилл, сука. А тем более, вкачать 120 это вообще пиздец. Поэтому будьте добры, сделайте нормальную зарплату. Смотрим теперь рейсы, да, Рыжевск. Вот, заходим, Рыжевск, смотрим. То есть, да, есть там 98 скилл, да, есть. Ведова, блядь. То есть, я не видел на лесорубе, допустим, сотого скилла. Все сотые скиллы там 80-ый, Ведова, понимаете? Ведова. То есть, мы заходим на лесорубы, допустим. Здесь у нас Рыжевск, есть только 15-ый скилл. То есть, лесорубы Рыжевск, нету там сотого скилла, 110-ого, как я и говорил. А если мы зайдем на карту и посмотрим, какого нужно сделать маршрут. То есть, вот у нас Рыжевск, получается. Вот у нас, блядь, Эдова. Просто смотрите, какой вам надо ебать круг уебать просто, прикиньте. То есть, давайте попробуем съездим, да, давайте съездим, допустим, вот порт и возьмем в Рыжевск, специально возьму в Рыжевск. То есть, видите, даже с порта в Рыжевск каких-то больших скиллов нету. То есть, если вы убираете две точки, так и добавляйте две точки, чтобы были нормальные рейсы. А то ферму убрали и два бусаева убрали, получается. Я считаю, должно быть, наоборот, больше точек, где вы можете брать рейсы, а не, наоборот, меньше. Если вы убираете точки, то повышайте эту зарплату, чтобы люди могли нормально зарабатывать. Чтобы, если они едут с Рыжевска, блядь, Ведова, чтобы они получали за рейс не 45 тысяч, а, допустим, 60. Чтобы у людей был стимул ехать. Мне просто, как дальнобойщику, реально обидно. Мне эта работа нравится. Я не хочу там идти на ферму, на рыбалку. Я хочу именно катать дальню. Мне это в кайф, я от этого кайфую. Мне эта работа приносит удовольствие, понимаете? Если мне нечего делать, я иду катать дальню, понимаете? То есть, я не хочу качать рыбалку, я не хочу качать ферму. То есть, мне это неинтересно. Мне нравится работа дальнобойщика. Но ее, блядь, испортили, понимаете? Давайте возьмем Ведова. Окей. Проверим просто. Просто проверим, ребята. То есть, нам нужно ехать через Арзамас. То есть, это самый лучший маршрут. Ну, по мнению навигатора, конечно. Ну, давайте послушаем навигатор, поедем по этой дороге. Ладно, еще 0.2 онлайн как-то не такой большой. То есть, у нас там 400-500 человек. Представьте, что творится на 0.1, на 0.3, когда там людей пиздец просто. Сколько там дальнобойщиков. Ну, просто представьте, что там творится из-за того, что нужно взять одну минуту. Теперь дальнобойщики будут еще меньше зарабатывать, чем зарабатывали из-за этой одной минуты. Потому что ты приезжаешь, перед тобой тип берет рейс. Все, ты одну минуту стоишь. То есть, ты, ты теряешь 30 секунд своего времени. То есть, вы теряете много времени, соответственно, теряете заработок. И ехал я сюда, ну, почти 4 минуты, понимаете. 4, блядь его, минуты. То есть, вот, я еще раз открываю рейсы. Смотрите, Южный, да? Лесоруба, Южный и Лесоруба есть, да. 53 тысячи платят. Охуенно, не спорю. Но с Южного в Рыжевск нету рейсов. Смотрим склад. На склад с Рыжевска в Рыжевск тоже нету рейсов. Смотрим, получается, Лесоруба. Есть только в Южный. С Рыжевска есть рейсы только в Эдово. То есть, Лесоруба есть, да, 70-й скил. Но это хуйня. Я думаю, вы сами понимаете. То есть, самые нормальные рейсы с Рыжевска, это в Эдово. Рейсов нормальных с Рыжевска, где вы можете заработать, нету, кроме Эдово. Также смотрим порт. С порта в Рыжевск нету рейсов. Есть тоже в Эдово. То есть, вот в чем проблема. То, что когда была Бусаева, точки именно, Бусаева 1, Бусаева 2. Там были рейсы пиздатые. То есть, с Лесоруба в Бусаево были пиздатые рейсы. И наоборот. А сейчас, как бы, Рыжевск, Эдово. Но это полная хуйня по сравнению с тем, что было. Пожалуйста, верните все, как было. Именно по КД. Но сделайте, чтобы дальнобойщики больше зарабатывали. Все. От вас больше ничего мы не хотим. Получили 48 тысяч. Ну, типа, блядь. За такие рейсы, я считаю, нужно платить там по 60 тысяч. Ну что ж, ребятки. Я надеюсь, что вы все поняли. Я вам все постарался максимально объяснить и показать. То есть, будем честны. Разработчики сделали полную херню. Не в обиду, как бы. Я не хочу никого обижать, но это факт. То, что сделали полную херню. И я уверен, что многие, если не все дальнобойщики, меня просто в этом поддержат. Поэтому, пожалуйста, просто, если вы это видео смотрите, исправьте. Сделайте больше зарплату. И тогда будет реально просто все прекрасно. От вас, ребятки, хочу увидеть максимальную активность. Давайте реально постараемся на этом ролике, наоборот, 200 лайков. Потому что тема достаточно сейчас активная. То есть, достаточно интересная. И, возможно, все-таки разработчики это видео видят. И каким-то образом все как бы изменят в обратную сторону. Сделают либо как было, либо сделают лучше. Но я с вами буду прощаться. Вся информация есть в описании под видео. Поэтому заходите, смотрите. И начинайте играть вместе со мной. Всех обнял-приподнял. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok